Более 800 объединений добровольцев работает в Белгородской области. Выезд муниципалитеты помогает студентам выбирать дело по душе. У нас ассоциируется волонтер с теми, кто помогает бабушкам, дедушкам, но при этом людей там принимают участие в этом направлении мало. Как вы думаете, почему? Морально? Да, всё верно. На самом деле морально тяжело. В городе перспектив круг занятий широкий. Кураторы помогают понять, какое направление ближе душе. Волонтерство — это не только про помощь, но и про личностное развитие. Человек, приходя в добровольчество, может не только повысить свои командообразующие, свои лидерские качества, он может также познакомиться с людьми, наладить связи. И в будущем это очень поможет при трудоустройстве. С этими мастер-классами ребята смогут выезжать и в детские дома, и помогать беженцам. За последнее время появились новые направления, продиктованные оперативной обстановкой. Движение растёт. Всё больше молодых людей стремятся реализовать себя в волонтерстве. Раньше мы говорили о том, что событийное направление добровольчества является основным движущим фактором для того, чтобы молодёжь приходила на мероприятия. То с прошлого года у нас активно работает волонтерство в сфере чрезвычайных ситуаций. Если мы говорим про 2021 год, у нас средний возраст волонтёра был примерно 20-21. С прошлого года, в 2022 году, по итогам, у нас уже средний возраст 24 года. При всём при этом у нас огромное количество, у нас приток людей от 18 до 23, до 25-27 лет. От теории к практике на мастер-классах, где студенты учились психологически поддерживать сверстников, оказывать помощь в чрезвычайных ситуациях. Раньше были просто помощниками-волонтёрами, помогали детям, инвалидам-колясочникам. Сегодня было очень хорошее мероприятие. Рассказали много о всяких направлениях и прям захотелось везде и всюду. Но будем выбирать, смотреть дальше, что будет. Такие встречи с молодёжью пройдут в каждом муниципалитете региона. Итоги работы подведут через полгода на областном форуме. Елена Чурилова, Сергей Олегвер. Такой день на Амире Белогорье.